Девушки отдыхают На боке ориентировка разыскивается Еще одна этническая казашка, беженка из Синьцзяня рассказала о своих родственниках, которые китайские власти посадили в лагеря перевоспитания Ее саму, уже гражданку Казахстана, насильно удерживали в Китае Они меня отпускали, но жаловаться кому-либо я не могла Потому что власти Китая меня предупреждали Сказали, если, мол, скажешь кому, то пострадают родные в лагере В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии Я Шавкат Тургаев, здравствуйте В Бишкеке более тысячи человек приняли участие в акции протеста Ее участники потребовали от власти реакции на совместное расследование Радио Свобода Азатык, Клоп Кейджи и Международного центра по расследованию коррупции и организованной преступности Его авторы рассказали, как из страны за несколько лет вывели около 700 миллионов долларов И во всей этой схеме могут быть замешаны крупные кыргызстанские чиновники Один из них – бывший замглавы таможни Раим Матраимов На митинге побывал наш корреспондент Джибек Бегалеева Давайте без пресса Ребята из ближайшей кофейни сразу говорят Интервью не будет, чай и кофе раздаются не для рекламы Ну блин, давайте без пресса, ребята Уже потом за кадром объясняют Они здесь, чтобы поддержать всех тех людей, которые пришли сюда, несмотря на холод и снегопад Мы никого, скажем так, ни одной из политических партий не поддерживаем Никого-то не продвигаем, интересы не защищаем Поэтому просто люди пришли, холодно, давайте кофе попьем, чай попьем, почему нет? Как так получилось, что даже самые аполитичные пришли на митинг? Те, кто за всю свою жизнь ни разу не участвовал ни в одной акции протеста Сегодня собрались прямо напротив Белого дома Так в Бышкеке называют здание, в котором заседает парламент и работает президент Совсем терпения уже нету Все, конец Если уж Балконские идут, то пора уже Балконские, так айтишник Айбек называет бешкихчан Которые всю жизнь прожили в теплых городских квартирах На площадь во время двух прежних госпереворотов не выходили Но последние события в стране заставили прийти на митинг даже их Отгадайте Ну вы спросили Ну коррупция уже превышает все допустимые пределы И самое возмутительное отсутствие ответа президента На митинге ждали и одного из самых популярных эстрадных певцов Однако утром он вдруг передумал и на акцию не пришел Из местных звезд эстрады на серьезный политический ивент внезапно пришли только кыргызские КВНщики Я никогда не хотел и мне было неинтересно, что происходит в политике Я всегда старался быть далеким И сейчас, наверное, все дело даже не в политике, дело в том, что происходит несправедливость Потому что мне не все равно Потому что это мой родной город И здесь живут мои друзья, близкие все Зато журналистов, телеведущих и других людей из медийной сферы было много Это Айджан Кулебаева, самый знаменитый голос кыргызского радио Пусть люди, которые выводят наши деньги, деньги наших бабушек, наших родителей Будущее наших детей из страны, они должны отвечать за свои поступки Эту акцию протеста начинали в соцсетях Здесь нет организаторов, нет других политических требований, только три лозунга Раимов в тюрьму, воров в тюрьму, мы требуем реальных реформ В первую очередь участники требуют реакции властей на расследование журналистов Азаттыка и сайта Клопа Выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана После такого расследования, после того, как факты были показаны всему народу Что нас обворовывают, обворовывают нас, будущее наших детей Мы не должны оставаться в стороне Говорят, уже вот этот человек покинул эту страну, уже улетел Все сделали для того, чтобы этого человека спаси, на нас наплевали Беспорядок в кадровой политике, назначаются по принципу родства, по принципу связей За деньги назначаются на ключевые должности Никаких реальных изменений в стране мы не видим Мы все устали, мы все вот отсюда здесь То есть, видите, нормальные люди, трезвые, никто, все по собственной воле пришли Нам надоело это терпеть уже, уже два года это продолжается Сколько не скандировали свои лозунги протестующие, никто из здания администрации президента к ним не вышел Зато очень скоро подошли милиционеры, которые заявили, что их собрание незаконно Провокация, а в другой вес? Мы не поддаемся на провокации, мы уважительно относимся к милиции После небольшой разъяснительной беседы милиционеры удалились Кто-то по дороге пытался им всучить плакаты с изображением Раима Матраимова Бойки, бойки, ориентировка, ориентировка На бойке ориентировка, разыскивается Кормалшин! Кормалшин! Брать плакат милиционеры отказались и больше сотрудники правоохранительных органов к митингующим не подходили Участники позже забрали за собой мусор и разошлись Безусловно, этот митинг отличается от тех, что были прежде В первую очередь тем, что, я думаю, здесь нет ни одного человека, кто пришел сюда за деньги Я не знаю, хорошо это или плохо, но у этого митинга на самом деле нет конкретных политических планов То есть люди пришли сюда для того, чтобы озвучить свою гражданскую или политическую позицию И когда говорят о том, что городские, образованные, прогрессивные люди выходят на митинги И что это некий негативный показатель Я думаю, как раз таки наоборот Сегодня мы можем посмотреть на все даже продвинутые города на территории СНГ И мы видим, что как раз таки социальные сети являются драйвером основных перемен в обществе Всего на акцию протеста пришли около полутора тысяч человек В случае, если власти не отреагируют на их требования, горожане собираются снова выйти на площадь Чебек Багалиева, Самат Алжбаев, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан Ну а реакция на журналистское расследование начинает появляться не только от простых граждан, но и от власти И заявление сделал и сам фигурант расследования, экс-замглавы таможенной службы Раим Матраимов Говорит, все неправда Дарья Тимофеева с подробностями Пока на центральной площади скандировали Раима в тюрьму в двух кварталах от протестующих Человек очень похожий на Раима Матраимова обедал в кафе Четко лица на записи не видно, то что это именно экс-замглавы таможенной службы уверяют в соцсетях Там же накануне впервые появился и ответ самого Матраимова на журналистское расследование Слова своего младшего брата опубликовал депутат Искендер Матраимов на своей личной странице в Фейсбуке Вся информация, озвученная Затыком, неправда И я смогу доказать свою непричастность к этим делам Поэтому я решил вернуться в страну Я готов ответить на все вопросы, касающиеся меня, в том числе правоохранительных органов Правоохранительные органы уже год продолжают проверку имущества Матраимова Не исключают, что теперь встретятся с ним лично После журналистского расследования создана межведомственная комиссия Разбираться вместе будут Финпол, МВД, Финразведка и ГКНБ Будет изучать и проводить соответствующие проверки по всем доводам, которые указаны в этой статье Я и предполагаю, что туда будут приглашены все те лица, которые указаны в этом журналистском расследовании В том числе, возможно, и Матраимов сам будет приглашен На выходных появилось большое интервью президента к государственным СМИ В нем Саурон Байджинбеков без конкретики, но уверенно заявляет, что в стране идет чистка кадров и активная борьба с коррупцией Когда расспрашиваешь людей, выясняется, что кто-то кому-то брат, сват или другой родственник И когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, родственники спешат его оправдать Но в последнее время это явление понемногу уходит в прошлое О выводе сотен миллионов долларов из Кыргызстана руководство страны пока так ничего и не сказало Пассивную позицию и отмалчивание властей в отношении журналистских расследований подвергла критике международная организация Internews Network Представители власти должны понимать, что именно их бездействие, а порой их противодействие активности общества Заставляют граждан выходить на митинги с требованием настоящей принципиальной борьбы с коррупцией И это тот самый приоритет, о котором неоднократно заявлял президент В соцсетях второй день гадают, настоящий ли этот снимок или поддельный На нем бывший президент Кыргызстана Атамбаев запечатлен в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром По данным журналистов, именно он организовал серые схемы на таможне В сети вновь ставят под сомнение и беспристрастность авторов журналистского расследования Теми, кому была бы выгодна эта публикация, посвятили даже несколько сюжетов на гостелеканалах Это демагогия, то есть заговорить проблему при помощи отвлечения внимания на другое То есть фейковые аккаунты, допустим, даже госканалы используют этот метод в своих материалах То есть говорят не о коррупции в стране, а начинают говорить о том, кому это выгодно, искать третьи силы Подобная ситуация складывалась и после выхода первой части расследования в мае этого года Правда, на этот раз дошло до того, что отдельные пользователи интернета Предложили сегодня провести акцию протеста у офиса кыргызской службы радио «Свобода» Азатык в Бишкеке Редакцию планировали призвать покинуть страну Впрочем, пост с такой инициативой очень быстро удалили Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев, Евгений Щеглов и Азат Интемаков Настоящее время Азия, Кыргызстан Гражданскую акцию под названием «Реакция» мы проанализируем с экспертом И обсудим, почему все-таки люди решили отреагировать на совместное расследование журналистов о коррупции в Кыргызстане У нас в гостях политолог Медель Тулегенов Господин Тулегенов, добрый вечер Сегодняшняя акция «Реакция» на громкое журналистское расследование Азатыка, КЛОП Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности Требования людей, которые прозвучали сегодня Справедливы, как вы думаете? Я думаю, вполне справедливы Иначе мы бы не видели такое беспроцедентное событие Такого рода митинги у нас практически не проводились Были очень редкие случаи в истории постсоветского Кыргызстана, что именно так проводятся митинги Поэтому эта реакция справедлива И как уже было высказано в сюжете многими участниками этого митинга Это, может быть, была последняя капля Многие, конечно, знали, большинство догадывалось о том, что происходит в плане коррупционных потоков Это не только таможня касается, там много в системе госуправления задействовано различных схем И в этом отношении то, что было сделано журналистам, произвело эффект взорвавшейся бомбы И каким-то образом повлияло на то, что граждане стали осознавать необходимость выразить свое мнение Относительно того, что должна сделать власть и почему она до сих пор молчит Но вы сказали, что эта акция была беспрецедентной Почему? Расскажите, пожалуйста, почему она такой уникальной является? Ну, потому что это есть такое клише, конечно, как стихийный митинг То есть это была реакция спонтанная Многие различные группы или индивидуальные граждане Которые решили таким образом среагировать на то, что происходит И то, что было отражено в журналистском расследовании Я на своей памяти не припомню подобного рода акции Единственное, может быть, в 2005 году был антикриминальный такой же митинг Когда во власть шли распяка Кматпаев и так далее И люди чувствовали, что страна стоит на грани Поворот они в ту сторону И в этом отношении, мне кажется, ситуация сейчас тоже похожа, как была тогда Потому что это такие редкие моменты, когда многие граждане Которые имеют какое-то обостренное чувство того, что происходит со страной Они начинают понимать, что нельзя сидеть, продолжать смотреть в интернет Или же в экран телевизора, и нужно выходить и что-то делать Вот сегодня участники митинга призвали к аресту экс-замглавы таможни Райма Матраимова Который, по предположению журналистов, причастен к выводу из страны сотен миллионов долларов Это справедливое требование собравшихся? Ну, я думаю, что да Потому что в любом случае у любого протеста должна быть какая-то персонификация И такая атрибуция какой-то вины за эту ситуацию И имя Матраимова, с одной стороны, это реальная, конечно, персона Относительно многих уже давно обсуждаемых коррупционных схем Но в то же время это и своего рода символ Потому что понятно, что это не только Матраимов Но, упоминая Матраимова, имеет в виду и конкретные его деяния Которые, в принципе, достаточно уже многое подробно описывались В различных расследованиях и репортажах Но в то же время это и своего рода адресат ко всей власти Потому что, когда говорят Матраимов, подразумевает многих тех И многое то, что стоит за ним в системе госуправления Все ждут реакции власти самого высокого ранга Депутаты парламента весьма скупо комментируют факты коррупции, озвученные в расследовании Президент Джеймбеков заявил, что в рядах правоохранительных органов началась чистка А вот секретарь Совбеза пояснил, что факты в журналистском расследовании будут изучены Достаточно ли такой реакции? И что, по-вашему, теперь должен сделать президент? Как вы думаете? Ну, вопрос, что он может или что он захочет сделать Это вот два разных вопроса Мне кажется, что это зависит от того, насколько с той стороны забора Белого дома Они видели, что происходило сегодня и как они оценивают Понятно, что они уже не могут находиться на стадии отрицания и нужно что-то делать дальше Есть вероятность достаточно большая, что это будут просто, опять-таки, скупые символические жесты Которые не будут иметь никакого существенного основания Для того, чтобы как-то убедить протестующих, сегодня протестовавших людей о том, что их требования будут выполняться Потому что это, по сути, будут, я так понимаю, попытки каким-то образом спустить на тормозах Показывать видимость какого-то процесса Что вы кого-то пригласили, с кем-то побеседовали Может быть, относительно кого-то или чего-то завели какие-то дела Но, по сути, это, может быть, не решает те вопросы, по поводу которых сегодня собрались протестующие Ну вот, смотрите, президент на выходных дал интервью государственным СМИ И даже ни слова не упомянул о расследовании Азатыка и Клоп Вот почему такая реакция со стороны президента? Мне кажется, это неумение осознавать меняющуюся ситуацию Потому что это в какой-то мере, может быть, симптоматично с точки зрения информационного сопровождения деятельности госорганов, в том числе и деятельности президента И, может быть, они пока что недооценивают серьезность того, что происходит в плане перелома общественного мнения И как это мнение переходит уже в какую-то активность И гражданское такое самосознание, и гражданский активизм В этом отношении, может быть, это просто реакция на то, что они считали до сих пор Определяла ситуацию с Матраевым и со всей ситуацией коррупцией в системе госуправления И они думали, что вот как это было весь текущий год, что можно какими-то отговорками оттягивать процессы И ничего не делая, фактически таким образом решать эту ситуацию Полминуты остается, не могу не спросить Какими будут последствия сегодняшнего митинга? Буквально 20 секунд Ну, мне кажется, что самое главное последствие это для самих граждан Потому что этот митинг показал, что самосознание и самоосознание себя как гражданами Нашими бешкекчанами, не только бешкекчанами, но и только в Бешкеке происходило Именно по поводу протестов относительно этой ситуации Что вот это самый главный эффект, что люди ощущают себя гражданами И они начинают все больше и больше требовать от власти, чтобы они решали проблемы, которые сегодня озвучивались Господин Телегенов, большое вам спасибо за интервью и всего доброго Ну а власти Кыргызстана решили провести проверку автопарка своих дип-представительств за рубежом Решение принято после убийства в Стамбуле китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айркена Саймайте Как оказалось, Саймайте передвигался в Турции на автомобиле с кыргызстанскими дип-номерами Напомню, автомобиль Range Rover с номерами консульства Кыргызстана был припаркован возле кафе, где был убит Айркен Саймайте В тот же вечер машину эвакуировали сотрудники полиции, а в кыргызстанском МИДе поспешили заявить, что номера на автомашине были поддельными Позднее министр иностранных дел Кыргызстана сказал, что машина принадлежала генконсулу республики в Стамбуле Айркену Сапокову И якобы дипломат сдал машину с дип-номерами в частный автосалон на продажу В МИДе считают Сапокова виновным лишь в том, что он продал машину, не сняв с нее дип-номера, а выбор покупателей якобы был случайным Тем не менее, после этого Айркен Сапоков ушел в отставку Для проверки деятельности генконсула в Стамбуле направили межведомственную комиссию Сегодня заведующий отделом внешней политики аппарата президента Даниэр Садыков заявил, что комиссия завершила работу и вернулась в Кыргызстан И в ближайшее время представит президенту итоги проведенной проверки Смотрите далее в нашей программе Еще одна этническая казашка Беженка из Синьцзяня рассказала о своих родственниках, которые китайские власти посадили в лагеря перевоспитания Ее саму уже гражданку Казахстана насильно удерживали в Китае Они меня отпускали, но жаловаться кому-либо я не могла, потому что власти Китая меня предупреждали Сказали, если, мол, скажешь кому, то пострадают родные в лагере Мы продолжаем нашу программу В Узбекистан прибыла миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Представители ОБСЕ в течение месяца будут вести наблюдения за выборами воли и мажилиз Это Нижняя палата парламента Само голосование пройдет 22 декабря В Ташкент сегодня приехали 12 наблюдателей Всего за электоральным процессом будут следить 292 наблюдателя из 18 стран Миссию возглавила Киатана де Золуета Она уже работала на парламентских выборах в Узбекистане в 2014 году В Центральной избирательной комиссии Узбекистана подчеркивают, что в этом году ОБСЕ впервые прислала в страну полноценную миссию До этого подобный состав наблюдателей был в декабре 2016 года на выборах президента страны Я напомню, в начале ноября Центр Избирком допустил к выборам 5 политических партий Каждая из них выдвинула по 150 кандидатов Регистрацию в Центр Избиркоме получили все 750 кандидатов Которые с 16 ноября приступили к предвыборной агитации Фаворитом, как и в предыдущие годы, считается пропрезидентская либерально-демократическая партия Узбекистана У нее больше трети мест в парламенте Ну а тем временем узбекистанские оппозиционеры за рубежом подвергают критике предстоящие парламентские выборы По их мнению, электоральный процесс, который должен был стать доказательством мерзиевских реформ, таковым не станет Лидеры оппозиции до сих пор в изгнании, а вернувшиеся на родину активисты не могут зарегистрировать ни партию, ни даже обычную организацию Этническая казашка Каракат Абдеш рассказала, что провела под домашним арестом в Китае несколько месяцев, уже будучи гражданкой Казахстана Эта история произошла с ней два года назад, но тогда рассказать о ней кому-либо оралманка не могла По ее словам, если бы тогда об этом узнали казахстанские власти, она могла подвергнуть опасности своих родных, находящихся в лагере перевоспитания в Синьцзяне Шалпана Разбекова расскажет подробнее Каракат Абдеш вместе с родителями переехала в Казахстан еще в 2005 году Практически сразу они получили статус уралманов и гражданства Спустя два года девушка познакомилась со своим будущим супругом Он занимался бизнесом, но гражданство пока не оформлял, хватало вида на жительство Мы поженились в 2009 году, построили дом, жили не хуже остальных Родители супруга приезжали к нам в гости из Китая А в 2017 году мы сами уже с двумя детьми поехали к ним в гости Остались там почти на два месяца В апреле того же года, когда мы еще были там, моего мужа свекра и брата мужа вызвала полиция Сказали, что они преступники и закрыли их По словам Каракат, тогда в доме из мужчины остался только младший брат мужа Они ждали освобождения родных, однако позже забрали и младшего брата Прежде чем его арестовать, власти Китая заставили его собственными руками уничтожить дом и кафе И еще один бизнес Когда он ломал дом, за ним наблюдала полиция Это делалось для того, чтобы мы потом не смогли сказать, что наше жилье и бизнес у нас отобрало государство А вот сама Каракат вместе с оставшимися женщинами оказалась под домашним арестом Уже будучи гражданкой Казахстана Но заявить о нарушении ее прав женщина никуда не смогла Боялась подвергнуть опасности своих близких, которые уже находились в лагере Когда моя виза истекала, мне приходилось возвращаться в Казахстан Они меня отпускали, но жаловаться кому-либо я не могла Потому что власти Китая меня предупреждали Сказали, если, мол, скажешь кому, то пострадают родные в лагере И мне приходилось молчать Теперь, спустя два года, когда моего мужа осудили на семь лет, я решила не молчать Караката Абдеж писала письма Нурсултану Назарбаеву, Касымжумарту Токаеву И министру внутренних дел Казахстана Еще в апреле этого года Ответа до сих пор нет Именно такой случай, чтобы из одной семьи задержали сразу четыре человека, это впервые К сожалению, ведь нет даже статистики, сколько этнических казахов там все еще находится Но такие семьи, которые вынуждены разделены, есть Главу семейства и своих родных Каракат с двумя детьми ждет уже два года Я хочу, чтобы мой отец вернулся Хочу, чтобы мои родственники тоже вернулись Я у Аллаха каждый день прошу В настоящее время Каракат Абдеж все еще надеется получить ответ от властей Казахстана Но уже потеряла надежду на то, что муж может вернуться здоровым и невредимым Тем временем в пресс-службе МВД обещали прояснить ситуацию с письмом Каракат Абдеж позже Шелпану Розбекова, Павел Энгельгард Настоящее время Азия, Казахстан От 15 до 23 лет колонии попросил прокурор Для бывших сотрудников столичной милиции их обвиняют в пытках, вмогательстве и превышении служебных полномочий 17 человек пожаловались на противоправные действия со стороны милиционеров Адвокат обвиняемых настаивает, что их подзащитные не виновны, рассказывает Анушир Ванарипов 23 года тюрьмы для замначальника уголовного розыска по душам Б. Фархода Нурхоновой По 15 лет каждому из трех его подчиненных потребовали гособвинители 17 таджикистанцев обвиняют милиционеров в пытках и вмогательстве По словам пострадавших, на суде стражи порядка отрицали факт применения насилия к задержанным Но признали часть других обвинений Абдукарим Абдухамидов, адвокат Нурхонова, заявил, что многие факты не нашли подтверждения и его клиент не виновен Во вторник я намерен представить суду доказательства невиновности своего подзащитного Мехренисо Ширалиева, свекровь двух женщин, которые обвиняют милиционеров в применении насилия Говорит, что на суде все предполагаемые жертвы одинаково описывали издевательства и пытки со стороны четырех сотрудников правоохранительных органов По ее словам, женщин связывали скотчем, затыкали рты и пытали электрическим током Унижали и оскорбляли От 15 до 23 лет заключения, как того потребовал гособвинитель, справедливое наказание за такие тяжкие преступления Уверена Ширалиева Я всех сотрудников правоохранительных органов попрошу, чтобы вот таких случаев, чтобы больше не было Наказание всегда настигнет нарушителя 26 ноября обвиняемые милиционеры выступят с последним словом Сообщают в суде города Душамбе Сколько дней после этого уйдет у судей, чтобы вынести приговор, пока неизвестно Ануширон Арипов, Насим Исамов Настоящее время Азия Сотрудники МВД Туркменистана проходят аттестацию, как сообщают корреспонденты Туркменской службы радио «Свобода Азатлык» В Ашхабаде, Маре и Либапе одно из выдвигаемых требований для успешной сдачи нормативов Это соответствующий должностям вес сотрудников В частности, сотрудникам полиции сообщили, что разрешенный вес стражи правопорядка не должен превышать 100 килограммов По словам сотрудников полиции, беседовавших с корреспондентами Азатлыка, требования были выдвинуты в жесткой форме В частности, на корректировку веса полицейским дали месяц Им объяснили это тем, что нынешний руководитель МВД не любит толстых полицейских Тем, кто до 25 декабря не похудеет, якобы попросит написать заявление об уходе по собственным желаниям Как сообщает корреспондент Азатлыка в Маре, в связи с требованием похудеть, местные полицейские организованно осуществляют физические тренировки Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточный телеканал «Настоящее время» в Ютубе Мы встретимся с вами завтра в это же время Я желаю вам всего доброго, до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин